Доброе утро! Меня зовут Юлия Хлобыст. В 21 веке очень сложно изобрести велосипед. Казалось, что все, что можно себе представить, уже изобретено. И не просто изобретено, но и запущено в производство. Но в жизни оказывается так, что какие-то очевидные моменты мы иногда просто упускаем из вида. Так случилось и с эко-решениями для интерьера, которая начала создавать компания GreenIn, сформировавшаяся на базе малого инновационного предприятия Бюро охраны природы, которая в свою очередь появилась на базе Пермского классического университета в инновационном центре Мозговы. Поэтому гость сегодняшнего утра учредитель Бюро охраны природы, кандидат географических наук, доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы Андрей Зайцев. Андрей, доброе утро! Доброе утро! О вашем предприятии и сфере, в которой оно сегодня находится, поговорим чуть позже. А пока традиционная разминка в режиме БЛИЦ. Я думаю, что становится, особенно в России, для того, чтобы стать предпринимателем, конечно, необходимы определенные компетенции и навыки. Другое дело, что когда становишься предпринимателем, нужно в этом седле удержаться и нужно получать от этого удовольствие. А вот здесь уже наверняка важны и какие-то качества, полученные при рождении. Поэтому я бы сказал, что и рождение, и становление – это две стороны одной медали. Без этого никак. Как-то так. Это сложный вопрос. Я бы ушел, отвечая на него, в сторону ментальности российского общества. На мой взгляд, мы достаточно часто строим так называемые потемкинские деревни в нашем обществе. Пишем под них законы, придумываем программы. Более того, мы пытаемся найти какие-то изъяны этих деревень, потемкинских фасадов. И опять же, пытаемся решать именно эти проблемы, не заглядывая вовнутрь, не заглядывая за эти фасады, не пытаясь понять, что там происходит в экономике на самом деле. Точно нельзя все пускать на самотек и точно нельзя пускать руки. Я думаю, что пряник, именно пряник – это та прибыль, которую мы пытаемся извлечь. Однако же, для того, чтобы ее извлекать, безусловно, нужен высокий уровень самоорганизации себя самого. А здесь поможет нут. Мы хотим выпускать полезный, качественный продукт, именно полезный, не только красивый, а полезный, экологичный продукт, и получать за это прибыль. Теперь о сфере ваших бизнес-интересов и, соответственно, тех принципов, которых вы придерживаетесь в бизнесе. В первую очередь, что представляют из себя те бизнес-решения, эко-решения, которые вы предлагаете сейчас жителям Перми и, возможно, других городов края? С недавних пор мы занялись вертикальным озеленением интерьеров. Почему мы этим занялись? Прежде всего, потому что мы считаем это экологично. Безусловно, сам фитомодуль или фитокартина регулирует влажность, позволяет снизить нагрузку на глаза. Для мужчин будет интересен утилитарный аспект. Например, мужчин достаточно сложно привлечь красивыми цветами, но всех цепляет возможность выращивать клубнику в этих фитомодулях, возможность выращивать пряные травы в этих фитомодулях, салат, базилик и так далее. Но решения, которые вы предлагаете, они не на вы. Как и почему вообще пришло у вас понимание и решение занять эту нишу в бизнесе? Мы обратили внимание на то, что несмотря на обилие интерьерных решений, решений экологичных, не просто красивых, а экологичных, достаточно мало, а цветы – это экологичные решения. Мы посчитали возможным, что, начав развивать эту сферу бизнеса, мы получим а – прибыль, б – получим достаточно интересный результат. И нам это стало интересно, мне и моей коллеге Светлане Кулаковой. Если говорить о результате, то вы ставите перед собой какие-то показатели? Планы максимально эффективно работать, прежде всего, и отрабатывать готовые решения. Вот понимаете, производители эко-модулей, фитомодулей пока что не предлагают нам световых решений. Мы занимаемся вопросами, связанными с грамотным, нормальным освещением цветов. Но вообще, конечно, желание озеленить как можно больше пространств в нашем замечательном городе – это нормальное желание, мне кажется. И оно превалирует у нас пока что. Но, кстати, и производители самих модулей – это не пермская компания. Вот почему, на ваш взгляд? Ведь конструкция достаточно простая. И более того, ваши коллеги из университета мне рассказывали, что есть у нас аналогичные решения, но почему-то они не выходят в эту сферу, в сферу производства уже, так скажем, для широкого круга потребителей. То есть не просто для цветников, дендрариум, где специализированно работают над растениями, а именно для широкого круга. Ну, действительно, есть ряд предложений по этим эко-модулям, фитомодулям, и пермских производителей, и китайских производителей, и европейских производителей. Но мы работаем с производителем липецким. Головная контора у них расположена в Санкт-Петербурге. Почему мы выбрали именно его? Тут дело даже не в том, что нас устроила цена или же устроила качество. Нас прежде всего устроили те размеры фитомодуля, которые предлагает производитель. То есть это 60 на 60 или 100 на 60. На наш взгляд, вот для решения тех задач, которые мы сегодня перед собой поставили, и тех решений, которые мы предлагаем, это наиболее оптимально. Хотя я совершенно не исключаю, что для каких-то конкретных проблем, для каких-то конкретных заказчиков в дальнейшем мы будем пользоваться и другими производителями. Вообще, насколько насыщен этот рынок сегодня, на котором вы работаете? И поскольку вы вышли и продолжаете, в общем-то, оставаться в научной среде, то насколько вы просчитывали коммерческий успех вашего предприятия? Ну, на самом деле, рынок в Перми недостаточно насыщен, на мой взгляд. И для нас-то это, в общем-то, неплохо, хотя конкуренты, конечно, у нас есть. Дело в том, что удивительно, но Пермики, несмотря на то, что у нас город достаточно северный, зима достаточно долго, не очень заботятся о зеленой составляющей своего жилища. Может быть, потому что в тайге мы расположены, и зелень, в общем-то, вокруг. Именно поэтому у нас и возникла идея продвигать этот продукт. Рынок, еще раз подчеркну, не очень насыщен. Что касается коммерческой составляющей. И бизнес-планов, когда мы организовывались. Безусловно, мы это все просчитывали. Это был обычный бизнес-план, дебет, кредит. А не было мысли создать предприятие полного цикла, чтобы здесь, на территории Перекамень, мы постоянно говорим о том, что очень важно создавать именно здесь у нас рабочие места. Были созданы и производились, например, те же самые фитомодули, растения, подсветка для этих фитомодулей. И сократить логистическую цепочку в том числе. Ну, смотрите, на самом деле такой мысли не было, поскольку для производства фитомодулей, а это пластиковая конструкция, нужно производство достаточно мощное. И я еще раз подчеркну, вот те производители, которые в Липецке выпускают эту продукцию, их мало заботит конечный результат. Они занимаются производством пластиковой конструкции. Это достаточно такое умное инженерное решение, но его нужно дорабатывать на конкретной стенке. Что касается логистической цепочки, ее, безусловно, нужно сокращать, в том числе ее можно сокращать в плане выращивание цветов в Перми, использование услуг профессиональных цветоводов. И мы пытаемся это делать, хотя не всегда это получается. Продукция, привозимая из-за рубежа, более высокого качества на сегодняшний день. Но как профессиональный географ, я могу сказать, что сокращение логической цепочки хорошо до определенного момента. Географическое разделение труда обязательно должно быть. И если мы будем стремиться все минимизировать, сократить и уйти в натуральное хозяйство, это вещь достаточно опасная. Сегодня очень распространено мнение, что идей в России, в том числе в научной среде, много, решений много, но продвигать их на рынок абсолютно некому. Малые инновационные предприятия, организованные на базе инновационного центра Мозгова, Пермского классического университета, это вызов такому решению, такому мнению? Ну, я скажу вам так. Во-первых, идей хороших не так много. Жизнеспособных идей еще меньше. Продвигать кому? Их, в общем-то, есть. А вот продвигать куда? Это большой вопрос. К сожалению, наша экономика на сегодняшний день не имеет столь много запросов на инновационную продукцию, как хотелось бы. Что касается малых инновационных предприятий на базе университета, на базе Мозгова, на мой взгляд, это не столько вызов, сколько следствие необходимости развиваться, самореализовываться молодым и немолодым людям, работающим в университете. По правде жизни, малые инновационные предприятия создаются во многом для того, чтобы принимать участие в различных грантовых конкурсах, различных фондов, получать определенное финансирование на производство инновационной продукции, которая в дальнейшем должна выйти на самоокупаемость. К сожалению, не у всех это получается. Победить в конкурсе еще меньше тех, у кого получается победить и в дальнейшем выйти на самоокупаемость. Многие МИПы после неудач заканчивают фактически свое существование. Мы, к сожалению, не победили в тех программах, в которых участвовали, но нашли для себя несколько иной путь, связанный с основной деятельностью, касаемой ведения баз данных, экологических и так далее, ну и вот такой альтернативной деятельностью, связанной с эко-решениями в интерьере. Назовите, пожалуйста, три ваших бизнес-принципа. Пожалуй, первый бизнес-принцип заключается в том, что нужно работать самому и не мешать работать другим. У нас достаточно часто в России любят палки в колеса вставлять, все усложнять. Второй бизнес-принцип, наверное, то, что нужно уважать друг других, независимо от того, кто перед тобой начинающий сотрудник или почтенный профессор, почтенный руководитель. Ну и третий бизнес-принцип, наверное, связан с тем, что нужно уметь признавать свои ошибки, анализировать их, учитывать их в дальнейшем и двигаться дальше. Спасибо, Андрей. Я напоминаю, что гостем программы «Бизнес-принцип» сегодня был учредитель Бюро охраны природы, кандидат географических наук, доцент кафедры биогиоценологии, охраны природы и руководитель малого инновационного предприятия «Грин-Ин» Андрей Зайцев. Меня зовут Юлия Хлобыст. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин